Режиссеры видят в Светлане Ивановой, и нежную Тургеневскую барышню, и отчаянную современницу, поэтому актриса очень востребована. Несмотря на внушительную фильмографию актрисов, думчиво и щепетильно подходит к выбору материала. Главная роль у актрисы, и в фильме различится 2013 года. Рекомендую к просмотру всем, кто любит фильмы о войне, верности Родине и о том, на что готовы люди пойти ради выполнения долга. Военное время, любовь, все это переплелось здесь в единое целое. Безумно обаятельно в сериале актриса Светлана Иванова, она просто блистательно справилась со своей ролью, такой накал эмоций, страстей, сочетания ума и красоты. Следующий фильм «Подари мне немного тепла» 2013 года, это душевное кино про настоящую любовь. Героиня Светланы, Вера, молодая девушка, которая учится и работает, живет она в общежитии при институте, все завязывается в самом начале фильма. Вера в магазине знакомится с веселым парнем, которого сыграл Сергей Мухин, актер безумно обаятельный и харизматичный, а его ямочки на щечках просто сводят с ума. В итоге получился превосходный актерский дуэт, Мухин и Иванова, два таких светлых человечка, которые показали самую настоящую любовь. В фильме 2013 года, женский день актрисы в роли Лены Голубевой, в нем речь пойдет не только о всемирном празднике женщин, 8 марта, история расскажет нам о проблеме, которую необходимо решить в праздничный день. Одну из сотрудниц туристического агентства, надо уволить и как назло, все работницы женщины, интрига закручивается, вокруг личностных и профессиональных качеств сотрудниц, к тому же одна из них совсем не безразлична самому директору, а кое-кто наоборот угрожает компроматам, но концовка воздаст каждому по заслугам, очень короткая веселая праздничная комедия, вполне годится для семейного просмотра в выходной день. Не менее значимой для звезды, стала работа над драмой Август, 8-го, где она воплотила главную героиню, чтобы сыграть молодую мать Ксению, вынужденную пройти через ад войны и спасти сына, Иванова бросила курить и начала посещать спортзал. В фильме «Идеальное убийство», 2013 года главные роли, играют Светлана Иванова и Валерий Николаев, в киноленте показана любовь вне брака, то есть блуд, и результаты блуда. Впрочем, как в современном мире, главная героиня задумала убить богатого мужа, который оказался домашним тираном, который постоянно ее унижал, оскорблял и избивал. Тут-то и созревает в ее голове коварный план убийства. В фильме «Метеорит» 2014 года смешалось мистика и детективное расследование. В небольшой городок приезжает следователь из Москвы. Дело в том, что в городе пропадают люди, исчезают бесследно, просто выйдя из дома. Версии рассматриваются разные, вплоть до похищения инопланетянами. Интрига сохраняется до последней серии. Все это закручено вокруг упавшего метеорита, который вначале хранится у сектантов, а потом пропадает. Если вы пропустили этот сериал, то рекомендую его к просмотру в выходные дни, всем любителям мистических детективных сериалов. Режиссеры Павел Чухра и Павел Лунгин, начали работу над созданием картины «Счастье это», состоящие из отдельных новелл. В одной из них под названием «Счастливого пути» снималась и Иванова. Она сыграла одну из сестер, которые не виделись много лет, и после встречи поняли, что нет ничего важнее для человека, чем любовь и забота близких и родных. Фильм «Алхимик». Эликсир Фауста 2014 года. История про то, как алхимики из поколения в поколение, передавали друг другу тайны приготовления эликсира молодости, золота, о любви, которая случается раз и навсегда, о тайных обществах. Тема затронута и интересная. Кто не мечтает о чудодейственном эликсире молодости, кому бы не хотелось знать процесс получения золота, люди постоянно, на протяжении долгого времени желают этого. В фильме «Спешите любить» 2014 года. Прекрасный дуэт Павел Трубинер и Светлана Иванова, в главных ролях. История рассказывает о летчике, которому из-за нервного напряжения запретили летать, и что же делать мужчине без неба, искать возможность туда вернуться. Для этого он снимет новое жилье, займется йогой и начнет заботиться о маленькой дочери. Но не все будет гладко, квартиру придется делить с соседкой, бывшая жена хочет забрать дочь, но будет весело. Фильм рекомендую к просмотру, он поднимет настроение и подарит хорошие эмоции. Вот спустя состоялась премьера сериала «Тест» на беременность о жизни сотрудников акушерского отделения. Иванова стремилась сыграть акушера-гинеколога, Наталью Бахметьеву правдиво, поэтому наблюдала за работой настоящих медиков, в итоге зрители пожелали увидеть ее в продолжении. В фильме 2015 года «Как я стал русским», у Светланы Ивановой образ исключительно правильной девушки, с правильной благородной профессией, все-таки актрисе подходят именно такие образы. Фильм просто пестрит шутками и юмором, показана вся тонкость русской души. Главная тема сериала – любовь. В фильме «Герой 2016 года» Светлана Иванова в роли юной княжны Веры Чернышовой. Она романтическая натура, воздушное создание, и вот уже под гнетом обстоятельств, пройдя войну, госпиталь – несгибаемая и сильная. Поразительные перемены. В картине задеты мотивы патриотизма, любви, войны, а также черные стороны человеческой натуры. Тема, которую взялись освещать авторы в фильме «Отечественная война», внюшая мятеж и безумное мытарство интеллигентной части России. В фильме 2016 года «Закрой глаза Светланы Иванова» в роли мамы Фоки. Фильм про семью, которая катится, как говорится, в пропасть. Муж с женой ругается, муж ходит к любовнице, но возвращается домой, сестра главного героя попадет не в ту компанию, как и все подростки в подобной семье, а маленький Фоки наблюдает за всем этим. Как и любой ребенок, он любит мечтать, представляя все так, как ему хочется. И вновь засыпая со своими фантазиями, во сне встречает всадника на черном коне. Фильм показывает нам, что может случиться, если кроме ссоры собственного я ничего не видишь, что может быть, если собственный ребенок пытается достучаться, до своих любимых родителей, которые на показ, выставляют свою брань и ругань перед детьми. Наиболее яркой и запоминающейся работой Ивановой, в 2016 году, стала социальная драма «Челночницы», где она сыграла образ Эллы Назаровой бывшей балерины, а также племянницы директора «Рынка Зои». В картине показаны 90-е годы прошлого тысячелетия, когда каждый зарабатывал, как мог. Новым испытанием для звезды, стали съемки в драме «Декабристка», проходившие в Сыктывкаре. Но к холодам и невзгодам исполнительница отнеслась с присущим ей оптимизмом, как и к мрачному антуражу аванпоста. Там ее партнером вновь стал Алексей Чадов, и они даже шутили в интервью, что в «Девятой роте» Светлана только провожала его на войну, а в этом фильме уже дождалась. Актриса сыграла корреспондента, освещающего происходящее событие. Потом в копилке актрисы появились роли второго плана в фильмах самых разных жанров. Это была семейная сказка «Жили-были мы», сказка «Хрустальный ключ» или «Скарфаджа». Вскоре после этого Светлана примерила на себя образ следователя-стажера Лены Лавровой в «Криминальном детективе-следователь Тихонов». Этот сериал объединил несколько произведений братьев Вайнеров и рассказал о буднях известного сыщика из Мура. В 2017 актриса продолжает тенденцию работы в «Криминальных детективах» и снимается в сериале «Консультант». Она стала судмедэкспертом Валентиной Колечкиной, которая впервые в своей практике столкнулась с необходимостью составления психологического портрета злоумышленника. Сериал триггера «Психологи» с довольно необычным подходом к делу. Пусть эти методы зачастую жесткие, но они реально работают. Артем, главный герой, психолог, не из тех специалистов, которым лишь бы поболтать, успокоить, он копает глубоко в проблему и находит пути ее решения, нестандартные, кардинальные, очень двоякие. Но только вот знакомство наше с главным героем состоялось после тюремного заключения, куда герой попал после самоубийства одного из клиентов. Поэтому параллельно идет демонстрация и желание главного героя доказать свою невиновность и вернуть свою бывшую жену, роль которой исполнила Светлана Иванова. Помимо рабочих моментов психолога, в сериале показана его личная жизнь, дружба, отношения с отцом. Получается отличный насыщенный сюжет, который не дает скучать ни минуты. Триггер – сериал не для того, чтобы посмотреть и забыть. Он многому учит. В частности, многое говорится о воспитании детей, о супружеской жизни, о поведении людей в той или иной ситуации. На съемочной площадке ленты «Крепость Бадабер» Светлана появилась в роли жены ключевого персонажа сотрудника ГРУ, который занят в операции по освобождению советских солдат из рук афганских душманов. И снова возврат к полюбившейся истории о челночницах, где Светлана вновь появилась в образе Эллы Назаровой. В этом продолжении ее героиня уже стала директором рынка, но их ждут новые испытания «Кризис» 1998. Элла не отказывается от помощи своей подруги Ольги, которая тоже находится перед трудным выбором. Осенью 2019-го зрители увидели фантастическую ленту «Аванпост», в которой кроме Ивановой задействованы Владимир Вдовиченков и Алексей Чадов. Они оказались заперты в изолированном помещении, тогда как многие земляне погибают от неизвестной болезни. Герои должны разобраться в происшедшем. В тот же год студия «Кит» вместе с Сергеем Гинсбургом завершила создание исторической картины «Собор». Артистка предстала в роли молодой дворянки, в которую влюбляется холоп, отвергнутая любовь, и стала завязкой сюжетной линии фильма. Также артистка снялась во втором сезоне сериала «Триггер» с Максимом Матвеевым, вернувшись к роли бывшей жены главного героя Даши. В апреле 2021 года начался показ драмы «Мур-мур», где она воплотила образ Марьяны Рацкевич. Сюжет разворачивается в 1944 году и повествует о сотрудницах отделения милиции. Не забывайте подписываться на канал Аллея Звезд, чтобы быть в курсе самых интересных событий из жизни артистов.